В Ливане два дня подряд происходили взрывы средств связи. Первый день взрывались пейджеры. Помимо устройств в Бейруте, Сидоне и других городах Ливана, аппараты сдетонировали и в сирийском Дамаске. Во второй день начали взрываться рации, а затем телефоны и другие электрические приборы. Среди раненых есть те, кому оторвало пальцы, кисти и пробило живот. Число погибших от взрывов пейджеров возросло до 12 человек, включая двух детей, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Ферас Абьят. Ранения получили больше трех тысяч человек, в том числе многие бойцы организации Хизбаллы и посланник Ирана в Бейруте. Почему именно пейджеры? Пейджерами в Ливане пользуются в основном члены Хизбаллы, причем распространение этих устаревших гаджетов объясняется как раз конфликтом с Израилем. В феврале 2024 года генеральный секретарь организации Хасан Насралла призвал жителей приграничных районов Ливана отказаться от использования интернета, назвав сеть агентом противника. В результате пейджерами стали пользоваться не только бойцы, но и рядовые члены Хизбаллы. Никто еще не взял на себя ответственность за совершенные взрывы, однако все указывает на то, что это были сионисты. Источники в ливанских службах безопасности заявили, что израильская разведка МОСАД установила взрывчатку в пяти тысячах пейджеров, ввезенных группировкой Хизбалла за несколько месяцев до взрывов. Как же были осуществлены эти взрывы? Изначально военные специалисты предполагали, что был осуществлен удаленный взлом аппаратов, после чего батареи нагревались, отключали плату защиты и взрывались. Согласно второму предположению о том, как могли произойти столь массовые взрывы, на рынок Ближнего Востока МОСАД вбросил партию заминированных пейджеров. Для этого устройства заменили на свои, со взрывчаткой внутри. Такие операции спецслужбы Израиля проворачивали ранее. А зачем сионистам нужно было устраивать этот теракт? Возможно, Израиль таким образом проверяет реакцию своих врагов, как, например, это было при ракетном ударе Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, в котором расположен комплекс зданий посольства Ирана. В результате погибли не менее 13 человек, среди них 7 иранских военных советников. Как отреагировал Иран? Кроме угроз со стороны правительства, демонстраций в крупных городах и незначительных ударов беспилотниками по территории Израиля, ничего предпринято не было. После этого Израиль ликвидировал Фуада Шукра, одного из основателей самых высокопоставленных оперативников группировки Хизбалла. Реакция на это также была слабой и в основном была ограничена лишь пустыми угрозами. Затем Израиль убил политического лидера в Исмаилах Анию, авиаударом по его резиденции в Тегеране. С каждым разом Израиль повышал планку и совершал все более жестокие и серьезные преступления и наблюдал за реакцией исламского мира. Это можно назвать и наблюдением за реакцией, и также подготовкой к чему-то очень серьезному. Есть предположение, что Израиль готовится создать новые поселения на севере страны, другие предполагают, что Израиль и вовсе хочет захватить юг Ливана. Последнее кажется правдоподобным, судя по последним новостям об эскалации конфликта между Израилем и Ливаном, которую сам же Израиль называет Третьей Ливанской войной. Израиль ударил и продолжает бить ракетами по югу Ливана. Это самая масштабная воздушная операция со времен Второй Ливанской войны. Как видим, против мусульман и исламского мира ведется непрекращающаяся информационная и физическая война, где каждое событие и каждое действие направлены на ослабление сопротивления и подавление правды. Израиль совершает жестокие действия, а весь мир молчит о зверствах Израиля, игнорируя страдания тысяч невинных людей. Именно сейчас особенно важно освещать события, направленные против мусульманского мира, и оказывать любую возможную поддержку. Вы можете сделать пожертвование нашему ютуб-каналу по ссылке в описании, чтобы мы могли продолжать освещать правду и поддерживать тех, кто страдает от этой несправедливости. Какими бы ни были планы врагов ислама, просим Всевышнего Аллаха повернуть их к козне против них самих же, а мусульманам по всей земле даровать содействие и благополучие. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok